Все привыкли, что дачники практически не разгибают спин, постоянно что-то копают и сажают. Но и у них бывают приятные минуты отдыха. Например, день рождения садового общества. Чем не повод провести время в дружной компании? За необычным праздником следила наша съемочная группа. В Ромашке так часто проводят праздники, что здесь есть даже своя сцена и места для зрителей. Сегодня поздравить членов садового общества первым на помост вышел, конечно, его председатель. Зачем нам шоп и бизнес-туры, и всякие там шуры-муры, когда есть сад и огород, забот там полный рот. Но несмотря на это, все выходные дачники проводят на участках, выращивая овощи, ягоды, зелень. Среди них есть и настоящие ветераны садоводчества. Четверть века они трудятся на своих плантациях. За верность Ромашке их наградили ценными призами. Просто я хочу пожелать им всем крепкого-крепкого здоровья, успехов в их нелегком труде. И чтобы не было никаких склок. Провели свет, сделали скважину. Это уже как бы второе дыхание Ромашки. Это второе дыхание, это самое главное. Ну, самое главное еще сохранился наш костяк, ветераны. В этот праздничный день здесь решили провести конкурс на самую лучшую композицию из выращенного урожая. Все участники постарались, но особо члены жюри отметили овощную экспозицию садоводов с 23-й улицы. Елена Портнова, Эльнар Мустафин, РНТВ, Набережная Чун.